ПЕСНЯ Попробовать забраться на столб или сразить соперников в битве мешками на бревне. В шуточных состязаниях участвуют и дети, и взрослые. А вот здесь всё серьёзно. Положить противника на обе лопатки нужно только держась за полотенце на поясе. Этот национальный вид борьбы называется куреш. Так развлекали себя кочевники много веков назад. Победитель получает звание абсолютного батыра, самого сильного мужчины. Спортсмены говорят, секрет успеха прост. Ловкость и подготовленность, знать систему бросков, всё от этого зависит. Вообще греко-римское в этом, как мне кажется, более близкое к этому. Спортно-увольное тоже, в принципе, похоже. На праздник земледелия в Красноярск приехали жители Новосибирска, Томска, Тюмени, Перми, Иркутской области, Бурятии и Краснодарского края. Представители всех культур и религий. В принципе, он везде один федеральный сабанту. Но именно ваш город, ваш приём нам понравился намного больше, чем другие города. Ваши концерты, ваши приёмы, то есть всё, где бы вы ни находились, к нам относились прямо как к гостям. Хлебом, Толею и Чак-Чаком встречают высоких гостей. Вместе с губернатором края открывать федеральный сабанту и приехал временно исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Миниханов. Гуляя по площадкам, с удовольствием фотографируются с участниками и гостями праздника. И вместе с артистами пускаются в фляж. А уже на сцене, открывая национальный праздник, главы регионов обменялись подарками. Рустам Миниханов подарил Виктору Толоконскому традиционный татарский чапан и фибетей. А губернатор вручил гостю из Татарстана унты, сибирскую шанку и варежки. Рустам Миниханов говорит, бывал на всех федеральных сабантуях. Но такого размаха, как в Красноярске, еще не видел. Такое чувство, что не унижал из Татарстана. Мы были в подворьях, где наши татары, которые проживают здесь, наши ваши, здесь нет наших ваших, которые сохранили язык, сохранили культуру, самобытность. Это говорит о большом потенциале нашего российского государства и огромном внимании руководства края, чтобы все национальности могли сохранить свою самобытность. Мне было это очень приятно. В Красноярском крае сейчас проживает 34 тысячи татар, но специалисты говорят, почти каждый из жителей региона имеет татарские корни. Губернатор края Виктор Толоконский подчеркивает, сабантуй уже давно объединяет народы разных национальностей. Я очень рад, что красноярцы чувствуют себя на этом празднике непосредственными участниками, чувствуют себя и людьми, которые принимают гостей, потому что это на Красноярской земле нанеси, и в то же время чувствуют себя радушными гостями, потому что они знакомятся с национальной культурой, пробуют угощения национальные, участвуют в соревнованиях. По поверью, хорошо отметив сабантуй, осенью можно ждать отличный урожай. Судя по размаху гуляний, в этом году он будет рекордным. А следующий федеральный сабантуй пройдет уже в Нижегородской области. Ольга Тишинина, Алексей Овсяников, Евгений Чудин. Новости.